Всем привет! Меня зовут Марина. И сегодня мы протестируем вот такие формы. Совсем новые из магазина Фикс Прайс. Стоят они всего 55 рублей. Форма для мороженого на 4 порции. От Kitchen. Здесь у нас даже есть состав, рецепт вернее. Смешиваем 200 грамм сливок, 3 столовые ложки сгущенки и 1 банан. Вливаем формочки, оставляем на ночь в морозилке. Далее надо достать форму, обдать ее горячей водой, чтобы быстро и легко вынуть мороженое. У меня свой состав, самый обычный, который я обычно делаю. Я знаю, что такое именно этот рецепт достаточно вкусный. Я что-то такое похожее уже делала со сгущенкой, с бананом. Только что вместо сливок у меня было молоко. Вкусное мороженое получается, но я все упростила. Поэтому у меня состав такой. Этого мороженого. Это вот такой добрый кашалот, молочный коктейль, ваниль. Либо молоко можете обычно добавить, либо какой-то йогурт уже со вкусом. То есть, вот такой литровый. Он достаточно жидкий, уже с ароматом, со вкусом мороженого был готовый. Ну и у меня есть домашняя перетертая малина. Это у меня красная, малина черная. Вот в баночке. И здесь, как видите, я туда уже взяла с сахаром. То есть, сахар по вкусу. И как раз здесь есть и сахар, и свежие ягоды, и основной это вот коктейль. Либо просто молоко можно одеть обычно, либо сливки, как хотите. И вот сами формы из пластика. Я их уже залила, они замерзли. Вот. И посмотрим, как они будут выниматься. Вот так они выглядят, четыре цвета, что мне очень нравится. Подержала вот именно вот эти две формы под горячей водой, просто под краном. Полила сверху, полила здесь. И посмотрим, как они вынимаются. Вот. Все прекрасно вынимается. Смотрите, все держится. Очень здорово. И замечательно. Меня все устраивает. Очень-очень легкие они в использовании. И вот вторую. Вторую я сразу заодно залила. Так. Здесь я, видимо, меньше подержала. Ну, тоже прекрасно все изъялось. У меня классно. Чувствую, куплю вторую. Такую форму. Но эти я не стала заливать, так как мне не нужно, уберу в морозилку обратно. Так. Далее. Какой вариант у нас есть? Вот такие формы. У меня их две штуки. Тоже в двух цветах. Салатовая. И вот такая вот резиновая силиконовая. Упаковки у меня уже нет. Этим формам уже с фикс прайса также за 50 рублей не стоили. Года три, наверное. Потому что сезона мы им пользуемся. Вот ими. И они точно так же прекрасно работают. Единственное, что мне не нравится, что есть очень маленький объем. Здесь объем очень хороший. Можно им наесться. Вкусное, ароматное мороженое получается. Такой сорбет, я даже сказала бы, так как тут нет сливок. Сгущенки у меня. И посмотрим, как вынутся эти. Также подержу их под горячей водой. под краном. Так, какую я подержала вот эту, по-моему, под краном. И сейчас мы все это вынимаем. Вынимается, в принципе, неплохо, но вместе с палкой. Вот это, конечно, минус. Вот в таком состоянии, как видите. Ну, кушать можно. Также можно положить тарелочку. Все это дело. Ну, конечно, они похуже, но мы ими пользуемся. Ничего страшного там нет особо. Вот. Наверное, передержала все-таки в воде немножко. Можно поднадавить вот так. Да, да, неудобно в этот раз им не выскакивать. Хотя обычно пользуюсь нормально. Нет, конечно, вот эти с формы класса, в отличие от этих, понятное дело. Вытаскивать сюда ненормально. Эту я вообще, кстати, не держала. но уже сама потаять успела. Вот так получается. Вот такие. Так, и третий вариант. И третий вариант самый дешевый вам покажу. Я также люблю заливать вот в такие формочки обычные стаканчики из-под йогуртов. Вот так же достала с морозилки. Точно так же сейчас оболью их водой из-под крана в внешнюю сторону. И они прекрасно вынимаются. Здесь достаточно хороший получается объем. Ну, и обычные деревянные палочки из-под мороженого здесь, как видите. Вот. Это самый дешевый вариант. Кто не хочет вообще затрачиваться на эти формы. Полила немножко форму водичкой горячей. Здесь вообще моментально все оттаивает. И моментально все вынимается. И можно вот так кушать опять же только над тарелочкой. Вот так это выглядит. Конечно, это не так эстетично и красиво. Ну, почему не воспользуется, если у кого-то вообще дома нет формы, а мороженого хочется. Очень даже удобно. Так что, вот такие варианты мороженого можно сделать. Естественно, что рецепт можете сделать, какой вам нравится, какой хотите. Это большое разнообразие. Ну, у меня вот такой больше фруктовый сир сорбет, я бы сказала бы. Вот. Или шербет. Сорбет, скорее всего. Вот так это все выглядит. Все начинает таять. Надо быстрее кушать. Ну, и приятного аппетита. И не пугайтесь опять же этого цвета, так как у меня есть малина красная и черная в перемешку. Вот. Так что, делайте, пробуйте. Всем пока. До свидания.